Тверская физико-математическая школа номер 17 уже не первый год в лидерах среди лучших школ Тверской области по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы страны. В первую очередь это технические и экономические вузы. И в дальнейшем спрос на таких специалистов, скорее всего, будет только расти. Сейчас в России самыми актуальными и востребованными остаются IT-профессии. Государство всячески поддерживает специалистов в этих областях. Все больше выпускников школ задумываются о получении именно технического образования, а выпускники вузов стремятся получить дополнительные знания и освоить специальности, связанные с информационными технологиями. Об этом в нашем сюжете. Чем больше развивается отечественная наука и техника, тем больше IT-специалистов требуется стране. Ниша IT для них пока безгранична. Российские компании и государственные структуры активно переходят на отечественное программное обеспечение, которое остро нуждается в обслуживании и совершенствовании. Поэтому власти активно поддерживают начинающих специалистов. Например, национальный проект «Цифровая экономика» предоставляет компаниям гранты на развитие цифровых технологий. IT-компании освобождаются от налогов. Айтишникам предлагают льготную ипотеку и кредиты, отсрочку от призыва в армию. Несмотря на ощутимые уступки и большую популярность этой молодой сферы, нехватка кадров не сохраняется. Вузы не могут предоставить полный багаж знаний даже для выполнения базовых задач. Тем более, IT постоянно развивается, и даже опытным специалистам требуются новые знания. Даже сейчас очень распространена утечка мозгов. Ситуация, при которой кадры уезжают за границу или в большие города, как Москва или Санкт-Петербург. Самыми востребованными специалистами в IT-сфере в 2023 году называют фуллстаг разработчиков, универсальных IT-специалистов, системных администраторов, аналитиков данных. Спрос на эти специальности достаточно высок у молодых людей. Мы поговорили со студентами тверских вузов и выяснили, как они смотрят на вхождение в IT-профессию сейчас. IT сейчас такая сфера, которая недостаточно развита, и она приносит много пользы обществу. И поэтому, если действительно ее развивать, в нее вкладываться, помогать людям, которые работают в этой сфере, то, конечно, это сложится позитивно для нашего общества. Поэтому, да, я смотрю на это все с оптимизмом и с положительной стороны. Мотивация для людей так, что это постоянно развивающаяся, она никогда не стоит на месте. То есть многие сферы, допустим, не знаю, взять какую-нибудь ручную работу, то есть заводы и так далее, они же всегда на ручном труде, и он постоянно одинаковый. А IT может произвести многофункциональные вещи, которые будут помогать. То есть создание робота, робототехника, это же тоже на IT связано. Так что IT, наверное, за IT будущее, на самом деле. Именно в России я считаю, что мы движемся к тому, что скоро IT-технологии будут везде. В плане нейросетей, дизайна, веб-дизайна. Я считаю, что нам надо продвигаться дальше и идти в том же направлении. А преимущество, особенно после ковида, можно было заметить, это дистанционная работа. Это огромный плюс, достаточно творческая инженерная профессия, но она впереди, грубо говоря, всегда по технологиям. Это то, к чему мы стремимся, и это наше будущее. Что же касается Твери, то и здесь нужны и IT-шники. В конце зимы губернатор Игорь Руденя подписал соглашение о намерениях с крупной IT-компанией. Целью этого соглашения стало импортозамещение, набирающее обороты в нашей стране. Был создан производственно-образовательный кластер, в который входили 14 колледжей и некоторые отечественные компании, нуждающиеся в профессиональных кадрах. Верхневолжье также предоставляет всяческие субсидии для IT-компаний, позирующихся в Тверской области, оказывая им материальную поддержку.